Детский истерик Бывает так, что истерика, которую вовремя не остановили, которая была действительно манипуляцией, переросла в такой срыв нервный, который ребенок уже сам остановить не может. И в этой ситуации, наверное, лучше его попытаться обнять или отвлечь, увести куда-то его от этой темы, которая послужила этому срыву. Но вообще, конечно, пока он еще не сорвал свою истерику, он должен понимать, что никакие манипуляции с родителями не работают. Вот не надо на это вестись просто. Тогда и не будет доходить дело до вот этих срывов. Потому что вообще христианское воспитание ребенка подразумевает не только, что мы его кормим, обуваем, одеваем, учим и оберегаем. Оно подразумевает, что мы его учим побеждать зло, которое в нем самом, как в любом человеке, неизбежно есть. Потому что грех действует в каждом из нас. И мы должны дать ему эти навыки преодоления вот этого греха. Если он начинает управлять другими людьми, пытаться для того, чтобы достичь своих целей, это отвратительный навык, который отталкивает от него и будет отталкивать, потому что люди же чувствуют, что им манипулируют. Поэтому ребенка надо учить, надо останавливать в нем этот опыт. Если он почувствует, что работает, тогда с каждым годом будет все сложнее и сложнее. Вот это то, что вырастает из гордого желания человека добиться своего, во что бы то ни стало. Мы, как родители, мы не должны быть в этом соучастники. Но если момент пропущен, и ребенок уже в состоянии срыва, то могут быть очень тяжелые последствия. Для психики вообще можно что-то такое глупое сделать, но страшное. Поэтому здесь надо иметь мудрость, в какой момент надо, может быть, и остановиться, уступить, а разговор отложить на потом, когда он будет в нормальном состоянии. Продолжение следует...